Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Сага об аресте. Целый день в Днепре избирали меру пресечения подозреваемому в убийстве бойцов АТО, что решили. Коллекторский капкад. Схема отжима недвижимости в Черкассах процветает. Кто замешан в этом деле? Охота на парковщиков. Как столичные водители теперь должны реагировать на сотрудников стоянок? Курорт не по-детски. Почему в Очакове наложить ребенку гипс это неразрешимая проблема? Целый день в Днепре избирают меру пресечения третьему подозреваемому в убийстве бойцов АТО. Я напомню, перестрелка произошла на минувшей неделе на проспекте Гагарина. Обвинение утверждает, что Давид Побилер был вооружен и находился среди нападавших. Согласна ли с этим защита? Узнаем от Елены Миндалюк. Подозреваемого Давида Побилера в суд привезла скорая. Во время слушаний он находился на каталке. Жаловался на плохое самочувствие. У меня инфекционное заражение. Это меня все убивает. Давид Побилер, как и избежавший Давид Калашников, тоже гражданин Израиля, в прошлом году был осужден за незаконное владение оружием. Получил три года условно. В суде его интересы представляют сразу три адвоката. По их словам, 24 июля их подзащитный стал случайным свидетелем перестрелки, получив при этом ранение в ногу. Адвокаты считают, подозрения Побилеру вручились нарушениями, объявили на русском языке, хотя подозреваемый его не знает. К тому же, прямых доказательств его вины нет. Согласно документам, складывающим, он не вказывается, что в него была оружие, что он совершил пострелы и что он безусловно причинен до заведения будь-кому телесных ушкоджений, тем больше смерти. Прокуратура претензии считает надуманными. Говорят, Побилер родился в Украине только после седьмого класса, уехал в Израиль. Защита просто затягивает время. Избирать Побилеру меру пресечения по статье умышленного убийства сегодня суд таки не смог и стекло отведенное для этого время, зато задержали по другой статье вымогательства. Из-за жалоб подозреваемого слушание прервали. Приехала скорая, но возвращать Побилера в больницу адвокаты и родственники не захотели. Отойди, я к врачу. Ну, вы меня не пытаетесь. Под усиленной охраной подозреваемого все же увезли в больницу Мечникова. Заседание продолжится завтра. Два участника конфликта Александр Лакиза и Станислав Вельчишев находятся в СИЗО еще одного, Давида Калашникова. На выходных родные забрали в Израиль, якобы на лечение. Елена Миндарюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. Вячеслава Химикуса, которого этой зимой подстрелил нардеп фронтовик Пашинский, привлекут за хулиганство. Напомню, вчера ГПО это дело закрыло. По мнению следователей, Сергей Пашинский просто оборонялся, а за это уголовная ответственность не предусмотрена. Что же касается Химикуса, то он признан общественно опасным. Но один из понятых сегодня сделал неожиданное заявление. Изменит ли оно ход этой истории? Казалось бы, в истории со стрельбой Пашинского ГПУ уже поставило точку. После долгих месяцев следствия там решили, состава преступления нет ни в действиях депутата, ни в действиях пострадавшего. Разве что Химикусу могут выписать админпротокол за нецензурную брань. Напомню, инцидент произошел в канун Нового года на дороге в селе под Киевом. Тогда депутату помешал на дороге сломанный автомобиль. После словесной перепалки Пашинский достал наградной пистолет и выстрелил в одного из двоих мужчин. Как сообщил сам Пашинский на своей странице в Фейсбук, он привлек своих друзей, известных журналистов и прочих к расследованию дела, чтобы они стали понятыми. И вот после точки в деле, те, кто брал участие в следствии, заговорили. Первым высказался журналист и блогер Роман Шрайк. Он говорит, что версии сторон конфликта не сходятся в подробностях. Кто на кого напал первым, непонятно. Как убеждает Химикус, именно Пашинский набросился на него и открыл огонь. По версии парламентария, сначала Химикус ударил его бутылкой по голове, после чего на РДПе применил оружие. А водитель сломанного автобуса вообще терялся в показаниях. Я не сильно верю, что Пашинский увидел мелкий предмет у Химикуса в руке. Большой бусик, пусть даже темный, они с женой еле увидели. А мелкий предмет с большего расстояния, да. Поэтому в слова Пашинского я верю через раз. С другой стороны, водитель тоже себя вел странновато. Некоторые вещи он рассказывал уверенно. А отвечая на некоторые вопросы, начинал бэкать, мэкать и мяться. Хоть полного доверия к водителю у меня нет, я склонен скорее верить его версии событий. Реальную хронологию скандального дела, по мнению блогера, общество так и не узнает. Непонятно другое. Если самооборона Пашинского оправдана, то почему нет дела на Химикуса? Адвокаты последнего решением ГПУ остались недовольны и намерены его обжаловать. В незаангажированность прокуроров они не верят. Социалисты и социал-демократы объединились против рейдерского захвата СПУ. В сентябре пройдет общий съезд партии. Об этом сегодня сообщил нардеп Сергей Каплин. В Луцке он встречался с представителями и ветеранской, и профсоюзной организации. По словам депутата, они единогласно поддержали резолюцию о совместной борьбе против захвата соцпартии помощником главы МВД Авакова Ильей Киевой. Кроме этого, нардеп был шокирован ситуацией в западных областях страны. Захидная Украина до этого времени, через год, как мы прибрали Яценюка с посады, стонет от того, что сделал уряд банда Яценюка из Захидной Украины. С промышленностью. Что сделали с нафтогазовыдоботком. Что сделали с социальной сферой. Я фиксирую категоричное невдоволение людьми с пробой рейдерского захопления социальной партии Украины. Воно не удалось. Тысячи и тысячи людей из каждого района, из каждого села, из каждого региона области повстали против мафии Яценюка в особе Киева и Авакова, которые планировали захопить социальную партию Украины. И дело о взятке в замминистра внутренних дел Вадима Трояна должен расследовать парламент. Постановление о создании временной следственной комиссии уже зарегистрировал нардеп Каплин. Об этом политик сообщил в Ивано-Франковске. Напомню, информация о том, что Вадима Трояна взяли на взятки в 2 миллиона гривен, появилась в СМИ на минувшей неделе. Деньги он якобы получил за помощь в закрытии уголовного дела. Правда, сам Троян и его руководитель Арсен Аваков эту информацию опровергли. Дело против антикоррупционеров. Столичные фискалы начали уголовное производство относительно руководителей Центра противодействия коррупции. По словам адвоката этой организации, Елены Щербан, претензии пока не ясны. Она считает, что налоговики ищут компроматы, таким образом пытаются получить доступ к документам. В Центре противодействия коррупции считают, что это давление на организацию. Их коллеги из Transparency International заявили о том, что политическое преследование антикоррупционных организаций недопустимо. А постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал борьбу с антикоррупционерами бессмысленной. Адвокатская ловушка. В Черкассах группа юристов организовала схему по захвату квартир должников. В махинациях полиция подозревает и сотрудников местной исполнительной службы. Месяц назад мы уже рассказывали об этом, и вот появились новые факты. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Стопки документов у Тамары Панченко накопились за три года судебных тяжб. Тогда часть двухкомнатной квартиры свекрови выставили на торги, якобы из-за того, что она не выплатила кредит. 22 тысячи гривен. Жилье за 18 тысяч купил местный адвокат Сергей Гартингер. Дальше уверяет женщина, он подделал договор о том, что пенсионерка готова продать и вторую часть жилплощади и якобы даже взяла задаток. 88 тысяч. Гартингер пошел в суд. Номер дома не тот. Все, повестки не приходят, на суд мы не идем, ничего не знаем. И судья Клочко выносит, что там, ухвалу суду. Вернуть долг 88 тысяч с хвостиком. За несуществующий долг приставы пустили с молотка и вторую часть квартиры. И ее снова купил Сергей Гартингер. В прошлом году 82-летнюю свекровь Тамары Панченко он с группой молодчиков просто выставил на улицу. Адвокат признается, это не единственный эпизод в его карьере. Отжимаю хату от тех людей, которые не умеют платить кредиты. Я зарабатываю деньги на этом. Да, я систематично занимаюсь. Лазарева 4, Чигиринска скоро будет, и еще будет, и еще будет. Месяц назад мы делали материал о том, как адвокат вместе с теми же крепкими парнями выгоняет из дома должницу с 7-летним ребенком. Более того, он сам выкладывает подобные видео в интернете. Уберите. Дайте мне врачи. Я так вот и соблазнилась на эту квартиру. У меня, я же говорю, большая была, а теперь вообще ничего нет на улице осталось. Продав 4-комнатную квартиру, Елена Валентиновна купила поменьше. В том самом доме, по Лазарева. Продавцы и нотариус, оформлявшие сделку, уверяли, недвижимость не проблемная. Женщина заплатила 31 тысячи долларов. А вот вступить в права собственности не смогла. Квартира оказалась под арестом. Квартиру она показывала Гартингер Сергей. Сначала он сказал, что это его квартира, потом они сказали, что квартира все же не его, что квартира вот Небот Натальи Валерьевны, которая находится за границей. Со стороны продавца приехал, как они утверждали родственник Натальи Небот, Борис Щербатюк. Борис Щербатюк оказался бизнес-партнером Гартингера. А сама хозяйка – помощница одного из местных адвокатов. Сам Гартингер по телефону ситуацию нам объяснил так. Вот только ни денег, ни квартиры мать с дочкой до сих пор не увидели. Активист Александр Галкин отслеживает все, что связано с адвокатом Сергеем Гартингером. Он уверен, без помощи госструктур ему бы не удалось проворачивать подобные схемы. Люди лишились квартиры лишь только из-за того, что в исполнительной службе был нарушен закон. В Черкасской исполнительной службе уже отстранены от должности несколько сотрудников за превышение служебных полномочий. В полиции говорят, это связано с деятельностью Гартингера. Как минимум по трём фактам выселения людей в полиции уже открыли уголовное производство. Станислав Кухачук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Украинский пограничный пункт пропуска Миловое находится на российской территории, по крайней мере юридически. Так утверждает нардеп ОДБПП Сергей Рудык. Он и ещё несколько парламентариев объездили несколько КПП на границе с оккупированной частью Донбасса и с Россией. Один из самых опасных пунктов пропуска в Маринке в нескольких сотнях метрах от позиции боевиков. А КПП в Майорске бьёт рекорды по пропускной способности. Порядка 10 тысяч человек в день, чего не скажешь о Миловом на границе с Россией. Нардепы говорят, что ситуация там не вписывается ни в какие рамки. На погоджении в уряде лежит уже проект решения про перенесение этого пункта, там сколько, 500 метров или 300 метров в сторону, сделать сучасный нормальный. Но что же он лежит и лежит. В окрестности пункта пропуска Майорск минувшей ночью обстреляли боевики, били по жилым домам в посёлке Зайцево. Чудом обошлось без жертв. Об этом сообщает в штабе ОТОМ. Под Докучаевском украинские военные сбили вражеский беспилотник и взяли в плен двух боевиков. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Украинские оппозиции под оккупированным Докучаевском, взятые армейцами в окружение город с этих высот как на ладони. Отрезать его и превратить в огненный котёл для боевиков военным не позволяют Минские соглашения. Поэтому пока позиционное противостояние. На тих терриконах часто пращают снайпера. Наши бейцы пращают против снайперские приёмы. Антиснайперские приёмы это в том числе и вот такой крупнокалиберный пулемёт. Всё равно боевые готовности заряжены. Был снайпер просто простреливал, чтобы не вражал наших товарищей. Чтобы напугать грубо говоря. Так его далеко не могу бачить. Ну напугать можно. Калибр позволяет напугать. Пару раз хватает, думаю, что калибр то крупный. Боевики часто используют крупнокалиберные пулемёты и реактивные гранаты. Открываю огонь. Наибольший СПГ, ДШК. Мы даём им ответ. И они замыкают. Если с одной позиции ведут огонь, с другой позиции спостерегаю их наблюдателя. Пока работаем на позициях, с нами делятся успехами. Недавно зенитчикам удалось сбить возвращающийся с разведки беспилотник противника. Прилетал беспилотник. Нам дали команду его сбивать. Мы его сбили. Напевно назад. Потому что летел в сторону сепаратистов. Три кратких очереди. А ещё здесь взяли в плен двоих боевиков при достаточно необычных обстоятельствах. У них бывают такие случаи. Люди проигрывают в карте. У них появляются долгие. Ну, им ставят задачу. Пройти по минному полю. Пройти на наши позиции. Проверить. Повезай – вернется назад. Не повезай – мы возьмем. Таких случаев два было. Один пришёл, взяли, передали. Другий пришёл, взяли, передали. Оба пленных – украинские граждане из Донецкой области. Сейчас ими занимаются следователи СБУ. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности – телеканал «Интер». В Украине сегодня день ВДВ. К сожалению, в последние годы праздник этот омрачён тем, что во время АТО погибло немало десантников. С начала операции элитное подразделение потеряло 467 бойцов. Об этом сообщил начальник генштаба Виктор Муженко. Почти 4000 были награждены государственными наградами. Двум десяткам присвоено высшее звание Героя Украины. Шестерым из них посмертно. Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Белый дом. Санкции, напомню, касаются также Ирана и Северной Кореи. Не подписывать этот документ ранее призывали несколько стран Европейского Союза, поскольку ограничения затронуты европейские компании. А вот президент Украины Петр Порошенко на встрече с Трампом просил ужесточить или продлить санкции против России. Кстати, по данным Bloomberg, Трамп подписал закон с дополнениями, поскольку считает, что он может навредить сотрудничеству США с союзниками. Санкции сегодня комментировал и госсекретарь США. Рекс Тилерсон впервые за долгое время дал пресс-конференцию. Все подробности расскажет Дмитрий Анопченко. Госсекретарь Соединенных Штатов откровенно не любит пресс-конференции. И лишь сейчас его уговорили выйти к журналистам. Как-никак есть повод. Ровно полгода в должности. Прежде чем ответит на вопросы, говорит о приоритетах. Украина и Минские соглашения среди них. Мы последовательно говорим России, цели, поставленные в Минске, должны быть достигнуты. Договоренности нужно выполнить, иначе ничего не изменится в ситуации с украинскими санкциями. Как вы знаете, мы назначили спецпредставителя по Украине, посла Курта Волкера. И он очень ясно понимает свою миссию, посмотреть, насколько мы можем быть вовлечены, чтобы процесс пошел. Тилерсон считает, это действительно возможно. И признается, ждет перемен к лучшему. Мы надеемся, что сможем достичь прогресса в том, чтобы изменить ситуацию в Украине, остановить бои и двигаться к тому, чтобы огонь действительно прекратился. Поскольку в этом году мы с сожалением наблюдаем рост насилия на востоке Украины. Понятно, что всех интересовало, как повлияет на ситуацию новый закон о санкциях, принятый недавно Конгрессом. И как ограничения против Москвы и последовавшие за ним решения о высылке сотен американских дипломатов сочетаются с политикой, что Госдепартамент, что Белого дома по налаживанию отношений с Россией. Ответ госсекретаря был откровенным и удивил. Тилерсон откровенно сказал, не в восторге от новых санкций. Но поскольку Конгресс принял решение, теперь у него есть только два пути. Ждать еще большего ухудшения отношений с Москвой или попытаться их стабилизировать. И госсекретарь выбирает второе. Действия, предпринятые Конгрессом для того, чтобы ввести эти санкции, тот способ, которым это было сделано, ни президент, ни я не в восторге. Мы ясно сказали, не думаем, что это будет способствовать нашим усилиям. Но есть как есть, и мы не можем позволить этому увести нас с пути восстановления наших отношений. Впрочем, потепление в отношениях с Москвой, даже если к этому и приблизится, не произойдет ценой ухудшения отношений с Киевом или уступок по Украине. Этот месседж здесь, в Госдепе, повторяют очень часто. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Израильской армии нанесли серьезный урон в киберпространстве. Неизвестным хакерам удалось проникнуть через систему защиты и получить доступ к секретной информации. Что попало в руки врагов, расскажет Сергей Ауслендер. Операция неизвестных хакеров называлась League the Analyst, Слей Аналитика. Преступникам удалось взломать системы защиты компании FireEye. Эта фирма одна из ведущих в мире в сфере обеспечения защиты информации. Один из главных подрядчиков израильской армии по киберзащите. В течение года хакеры, подключившись к компьютеру ведущего аналитика этой компании, получали оттуда сверхсекретные данные. Конфигурации сетей, анализ киберугроз, рабочие планы компании и многое другое. Все это они впоследствии выложили в интернет. Эта история наделала много шума и вызвала настоящий переполох среди специалистов по компьютерной безопасности. Вот допустим управление авиационной системой, которая происходит с земли. Это происходит через электромагнитные волны. То есть, если кто-то сумеет сесть на эти компьютерные сети, которые управляют системами вооружения, то он может помешать ведению боя. Собственно, такие случаи уже бывали. Иранские военные однажды сумели перехватить сигнал с американского беспилотника и посадить его на своей территории. Была версия, что помощь в этом им оказали российские специалисты. Боевики в Ираке не раз выкладывали в сеть видео с дронов армии США, которые они скачивали через перехваченный канал связи. В Израиле, который активно пользуется подобными системами, такие угрозы постоянно возрастают. Кроме того, на вооружение израильских ВВС недавно поступили новейшие американские самолеты F-35. Они имеют крайне сложные компьютерные системы управления, очень сложное программное обеспечение, которое теоретически можно удаленно взломать и контролировать. В связи с этим израильское оборонное ведомство создало целое управление по защите от киберугроз. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Гринпис на крыше Министерства транспорта Германии. Активисты организации попытались сорвать проведение так называемого дизельного саммита, где политики и представители автопрома решали судьбу автомобилей с дизельными двигателями. Чем закончилась эта акция, расскажет Татьяна Лагунова. Модернизировать или вообще в перспективе запретить и снять с производства? В Берлине сегодня состоялся саммит, за решениями которого следили миллионы немецких автомобилистов. Политики и топ-менеджеры решали, что делать с дизельными машинами, которые вредят окружающей среде. И как очистить репутацию немецкого автопрома, загрязненную громкими эмиссионными скандалами. Дизельный саммит начался со скандала. Его пришлось срочно переносить в здание МВД. Министерство транспорта, где собственно и планировалось проведение встречи, заблокировали активисты Гринпис. Наши активисты забрались на крышу министерства, потому что нас не пригласили на встречу. Там присутствуют представители дизельных картелей и правительства, которые решают, что делать с этим мнимым сокровищем дизелем. У таких переговоров нет будущего. Активисты требуют запретить въезд на автомобилях с дизельными двигателями в центры городов. И таким хитрым способом вынудить немцев их не покупать, а концерны не производить. Руководители автогигантов, которые переживают из-за прибыли, и политики, которых волнует возможное сокращение рабочих мест, предлагают компромисс. Машины, не соответствующие экологическим нормам, модернизировать. Например, обновить программное обеспечение, регулирующее работу двигателя. Это лучше, чем ничего, особенно если оптимизация затронет все автомобили с дизельными двигателями стандартов Евро-5 и Евро-6 и позволит на 25% сократить выбросы, содержащие оксиды азота. Немецкому автопрому подобная модернизация, а за нее будут платить концерны, обойдется в миллиарды евро. Только по самым скромным подсчетам оптимизации нуждаются более 5 миллионов машин. А в Киеве решили модернизировать парковки. Уже с 10 августа в столице перейдут на безналичную оплату паркомест. В мэрии говорят, что таким образом избавятся от коррупции среди парковщиков. Как это будет работать, узнаем от любви куклы. Вот такие паркоматы, также СМС и талоны на столичных парковках полностью переходят на безналичный расчет. Сами парковщики протестуют, их лишили работы. Несколько дней назад они даже пикетировали столичную мэрию, перекрывали главную улицу Киева. Семью же кормить надо. Столько людей останется без работы. Я вообще не могу понять, как это произошло. Столько людей оставить официально устроенных без работы. Тем временем в мэрии уверяют, увольнять никого не будут. Работу обещают найти для всех коммунальщиков. А решение убрать парковщиков с улиц объясняют просто. Так борются с коррупцией. Ведь в бюджет города, по словам чиновников, должно поступать 5 миллионов гривен в день. За оплату паркомест. А поступает меньше половины, 2 миллиона. Вы маете бороться с незаконными. Приезжаете, у вас подходит парковщик, отдаете гроши. Вы набираете из попла и говорите, тут у меня дядя Вася с таким-то бенчиком вымогает у меня гроши за паркование. А вот столичные водители радости не скрывают. Дескать, устали платить в карман, а не в бюджет. Ну, я думаю, что это будет хорошо, удобно, потому что не все парковщики пробивают чеки. А вы сега оплачиваете? Да, конечно, безусловно. Ну, потому что, если мы не будем оплачивать, тогда кто же будет и паркместа делать? А что нет? Мы же в Европу устремимся. Или куда? В Европе проблем с паркингами существует уже много лет. Например, в Варшаве. Четыре года назад здесь установили новые паркоматы, которые принимают и наличку, и банковские карты, и карту варшавянина. Также можно оплатить по мобильному приложению. Вбиваем номер машины, пишем на сколько минут, прикладываем карту и ждем чек. Вот, все уплачено. А еще здесь строят сеть е-паркингов. Такие стоянки оборудованы или камерами, или датчиками. И через приложение в смартфоне можно получить информацию о свободных местах. Но нам такое счастье, увы, не светит. Эксперты уверяют, бюджет города, который пытаются наполнить за счет парковок, может остаться ни с чем. Ведь как контролировать оплату за паркоместо, чиновники пока не придумали. Нарушения правил парковки будут настолько массовыми, что городские власти просто не смогут привлекать всех к ответственности. Это, кстати, уже не первая попытка убрать парковщиков с улиц столицы. Предыдущие успехом не увенчались. Получится ли в этот раз, увидим уже в августе. Любовь кукла, Павлина Василенко, Владимир Самченко и Олег Невядомский. Подробности телеканал Интер. Впрочем, избавиться в Киеве решили не только от парковщиков. На одной из станций метро с сегодняшнего дня нет кассиров. Это новый эксперимент. Ранее в подземке заменили зеленые жетоны на синие, подняв тарифы на проезд. И вот теперь QR-билеты. Как выглядит европейская модель оплаты в украинских реалиях, расскажет Лина Зеленская. Новые синие жетоны – это на самом деле хорошо забытые старые. Именно за них несколько лет назад киевляне платили по 2 гривны. Затем их заменили на зеленые. И вот сейчас очередная ротация. Метрополитене говорят, что это в последний раз. Со следующего года планируют перевести пассажирам на электронный способ оплаты. В качестве разового вот такой билет с QR-кодом. Попробуем. Станция Кловская. Первая в киевском метро, на которой больше нет касс. Как заплатить за проезд, пассажир выбирает самостоятельно. Приобрести QR-билет, пополнить проездной, воспользоваться банковской карточкой или наличными. Очередей к автоматам нет. Впрочем, это не час пик, да и станция не очень загруженная. Пассажиры присматриваются к новеньким автоматам. Незручно, например, сдачу, если тебе дают. Но нужно иметь или копию, або копию, або банковскую карточку. А если, например, у тебя есть лишь 10 гривен, ты не можешь купить. Нужно использовать банковскую карточку. Устройства, которые выдают сдачу, они очень дорогие. И в массовый рынок нет смысла запускать. Они не окупят себя в принципе. Насколько дешевле обошлись автоматы, не выдающие сдачу, чиновники не признаются. Отсылают к сайту Прозора. Зато охотно говорят о бонусах для пассажиров. Существует система скидок. Она отображена как на плакатах, так и при пополнении карты метрополитена. Вы видите количество поездок, которые вы можете купить. Следующими станциями без кассиров станут Университет, Дружба народа, Лыбецкая и Политехнический институт. В центре города очень массово используют именно новые технологии. То есть много приезжих, много туристов, которые привыкли именно к европейскому проходу и оплате проезда. А это именно европейский формат. К слову, такая система оплаты поездок уже давно действует в европейских городах. К примеру, в Германии билеты можно купить на улице вот в таких автоматах. Они действительны для всех видов транспорта. Лина Зеленская, Олег Неведомский. Подробности – телеканал «Интер». Рискованный отдых в курортном Очакове в самый разгар сезона. В единственной местной больнице нет детского травматолога. Чтобы наложить гипс ребенку, родителям предлагают самостоятельно отвезти его в Николаево. Это 70 километров. Все подробности расскажет Кирилл Ющишин. Инна вместе с сыном Мишей теперь отдыхают во дворе своей многоэтажки. Еще несколько дней назад они гостили у бабушки с дедушкой на море в Очакове. Играя, шестилетний Миша спрыгнул со ступенек, упал и сломал руку. Я хотел слабнуть, потому что я через другую ступень ногу доткнулся и так упал. Малыша отвезли в районную больницу, где поставили диагноз «перелом». И на этом вся медицинская помощь закончилась. Вам нужно шукать машину, ехать на Миколаево, потому что в Очакове вообще нет детского травматолога. И нет, кому вам накласти гипс. Все, кто шукает, шукайте машину, мы вам ничем допомогти не можем. Инна говорит, им повезло, в семье есть автомобиль, поэтому Мишу быстро доставили в детскую областную больницу. Но многим приходится заказывать такси, а это стоит тысячу гривен минимум. В Очаковской больнице говорят, травматолога у них нет уже давно. Ни детского, ни взрослого. Пациентов с травмами консультируют хирурги. Мы не имеем специализации по детской травматологии, не имеем права накладывать детям перелом. Гипсовой мобилизации. Мы специалисты широкого профиля, но не настолько. Должность травматолога в больнице предусмотрена, хотя найти специалиста пока не могут. А вот детский травматолог по правилам, установленным в Минздравом, вообще не положен. У нас в штате нет детского травматолога. В связи с тем, что 5,5 тысяч населения, то есть держать детского лекаря-травматолога, нет смысла из-за того, что он не будет загружен. А то, что город курортный и летом количество проживающих возрастает в несколько раз, для Минздрава не аргумент. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Николаев. Брекзит все же состоится. Несмотря на жаркие споры, Великобритания покинет Евросоюз в 2019 году. Об этом заявил министр финансов этой страны. Британцев уже начали пугать наплывом некачественных товаров после выхода из ЕС. А в Шотландии всерьез обеспокоились судьбой главного достояния этого региона – виски. Все подробности узнаем от Алексея Пшемыского. Шотландские производители скотча рискуют уйти в штопор. Предприниматели боятся конкуренции со стороны Европы после выхода Британии из ЕС. Дело в том, что в Евросоюзе заветное слово «скотч» на бутылках имеет право писать лишь шотландцы. Это приносит Великобритании более 4 миллиардов фунтов в год. Но вот в случае Брекзита нишу могут занять другие европейские страны, которые получат право экспортировать уже свой скотч. В первую очередь это грозит британскому экспорту в США. Тем временем британцев уже пугают ножками Трампа – некачественной американской курятиной, которая может заполонить местные магазины в случае развода с Европой. На днях местные СМИ опубликовали фото и видео с американских ферм, где кур выращивают в ужасных условиях, а перед продажей промывают хлором. Но вот британское правительство такие страшилки, похоже, не пугают. Во время визита в Бразилию с целью провести торговые переговоры министр финансы Филип Хэммонд в очередной раз подтвердил – Брекзит состоится. Часы определенно тикают и для правительства Терезы Мэй. На британского премьера уже обрушился шквал критики за слабую позицию в переговорах с ЕС. Напомню, Европа требует от Туманного Альбиона за развод более 60 миллиардов евро. Здесь же предлагают разойтись полюбовно. Но пока переговоры Лондона и Брюсселя не продвинулись ни на йоту. Из Лондона Алексей Пшемыски, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». В Турции украинские туристы подхватили опасный вирус Коксаки. Об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Виталий Купри. По его словам, одна семья заразилась в элитном отеле на популярном курорте в Анталии. Пострадавшие утверждают, что в гостинице отказываются содействовать в лечении. Домой туристы возвращаются обычным рейсом, поэтому есть вероятность, что вирус попадет в Украину. Болезнь быстро распространяется и в первую очередь поражает детей. Пишет Купри. В случае неправильного лечения уже через несколько суток могут наступить тяжелые осложнения. Сложившуюся ситуацию нам прокомментировали в украинском МИДе. И еще одна тревожная новость из Турции. В районе популярного курорта Марморис затонула яхта, на борту которой находились 11 туристов. О крушении судна спасательным сообщили очевидцы. По предварительным данным погиб один человек, двое пропали без вести. Сейчас их пытаются найти. Удалось спасти восьмерых. Их доставили на берег и передали медикам. Причина крушения пока неизвестна. Как глава Туркменистана перевоплотился в командос, почем нынче поэзия и самый красочный карнавал на планете? Что отмечают сальвадорцы? Об этом и не только в нашем обзоре. Мастер-класс для военных от президента Туркменистана. Во время учения он показал армейцам, как метко стрелять и бросать кинжал. На своих мишенях, а глава государства, конечно, отстрелялся в яблочко, оставил автограф. Также под чутким руководством Гурбангулы Берды Мухамедова один из военных закончил стрельбу на отлично. Президент лично поправил прицел на оружие бойца. В Туркменистане культ Берды Мухамедова. Президент пишет песни, снимается в клипах, издает книги. В продаже более 10 монографий. Среди последних работ книга о пользе чая. Другой культ уже футбольной личности в Италии. Там отправили в космос футболку игрока клуба Рома Франческо Тотти. В ней он провел последний матч за римлян. Ракету с футболкой запустили с космодрома во французской Гвиане. Тотти играл за Рому 24 года и провел почти 800 матчей. В другие команды никогда не переходил. Ему дали прозвище Император. В столице Италии он очень популярен. В честь Тотти назвали городскую площадь. Его изображают на татуировках и создают тематические муралы. Необычный сервис для жителей Нью-Йорка предложил поэт Алан Андре. Он пишет стихи под заказ. Если хотите подарить оду своей возлюбленной, но нет времени, чтобы слагать рифмы, Андре все сделает за вас. Офис он устроил под открытым небом. Поставил стул, стол и печатную машинку. Предлагает сонеты, оды и даже японские хайку. За три часа работы пишет до 20 произведений. Фиксированной цены на услуги Андре нет. Поэт говорит, все индивидуально и зависит от вдохновения. Совершенно иное искусство представили в Гонконге. Экспонат, генерирующий мыльные пузыри, создал художник Шинзо Мака. Эта шестиуровневая пирамида состоит из полусотни компонентов. Она может выдуть до 10 тысяч экологически чистых пузырей идеальной формы, которая не содержит химикатов. Шоу длится не более 20 минут. Для него нужно 35 литров сухой смеси. Творение Маки уже показали на главных выставках Японии. Красочный парад продолжается в Сальвадоре в честь святого покровителя страны. Участники шествия уверены, более яркого представления не найти во всем мире. Люди надевают пестрые наряды, пляшут и веселятся. Народные гуляния продлятся неделю. Каждый день по два концерта, а еще ярмарки, аттракционы и карнавалы. Каждый год на организацию праздничной недели власти страны тратят миллион долларов. В эти дни жители страны навещают родных и убирают на кладбищах. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова